Преподаватели школы-бюро просили напомнить, что в этом году школе исполнилось 10 лет и в связи с этим мы опубликовали уже несколько историй студентов, которые закончили школу, а потом добились чего-то важного для себя. Через наши три школы прошли две с лишним тысячи студентов, 320 человек стали выпускниками. Например, Леонид Трабинович учился в первом потоке школы дизайнеров, стал шеф-дизайнером в Тензоре и соосновал свою компанию. Алина Трофимцова училась в первом наборе школы редакторов и стала тимлидом UX-редакторов в Авито. Маргарита Антоновская закончила первый набор школы-руководителей и стала ведущим дизайнером интерфейсов в Ситрониксе. Александр Бабий учился в 17-м потоке школы дизайнеров и стал тимлидом дизайнерской команды. Илья Новиков закончил 11-й поток школы-редакторов и стал руководителем проектов в моих штрафах. Истории этих и других студентов собраны на одной странице по адресу на экране. Если вы тоже закончили школу, а потом добились чего-то важного для себя, расскажите нам, как у вас сейчас дела. Присылайте мне свои истории по адресу на экране или в описании к этому ролику. Артем Река. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотелось бы услышать, как можно улучшить таблицу с расписанием аудитории. По таблице преподаватели смотрят свободную аудиторию для проведения дополнительных занятий, пересдач, лаб, консультаций и тому подобного. Причем часто смотрят не только на текущий день, неделю, месяц. То есть надо, чтобы на экране висело расписание на весь семестр. На нынешней таблице одна аудитория на экран. То есть, чтобы узнать список свободных аудиторий, придется подсмотреть шесть экранов. Плюс к этому студентам нереально посмотреть расписание конкретного препода. На официальном сайте оно не совсем точно. Из-за этого получается, что преподы и студенты ходят к начальнику кафедры и спрашивают расписание, а про преподов начальник не всегда может ответить, так как у него нет их расписания. Я попробовал переделать таблицу, разделив ее на две части. Одна с аудиториями, другая с преподами. Суммарно получилось на один экран больше, при этом попали новости кафедры, которые начальник хочет оставить. Если их добавить, то таблица станет больше уже на два экрана. Плюс к этому получилось как будто сложновато, но я не знаю, как сделать лучше. На последней картинке я пробовал увеличить кегль, но хз. Подсказки как-то неряшливо стоят, а выравнивать их с расписанием не хочется и не всегда получится уместить сразу три пары на один экран. То есть придется делать дополнительный экран, чтобы все вместить, а их и так уже многовато. К тому же в маленьком кегле аудитории выглядят более согласованно с преподавателями. Артем, расписание это целый отдельный жанр. И в нем, конечно же, масса каких-то своих нюансов. Например, есть нюансы, связанные с бумажным расписанием. К примеру, когда мы делали расписание для МГО, и тоже была задача к нему подойти максимально вдумчиво и так далее. Мы придумывали, как разделить группы по английскому по дням, сгруппировать, чтобы каждый себя быстренько нашел. И одна, например, была один из затыков в каком-то промежуточном варианте. И дизайнер сделал в дни недели не вот так, а вот так. И, соответственно, к чему это привело? Точнее, наоборот. Собственно, сделал его вот так вот. В дни недели по горизонтали. И из-за этого что происходит? Если табло висит где-то там в коридоре, и к нему все толпятся, чтобы посмотреть, а что у нас там в среду, то получается, что все студенты из разных групп начинают толпиться в одном месте, и им сложнее посмотреть. Соответственно, конечно же, лучше вернуть как было, перевернуть и так далее. Но на экранной версии, конечно же, таких соображений нет. Есть другие. Другой момент, что компактность для расписания. Если вам надо все уместить в одном виде, то тоже очень важна компактность и так далее. И вы вроде бы закомпактили, но с другой стороны у вас тоже есть какая-то, кажется, лишняя информация для экранной версии. То есть, например, зачем писать по какую дату будет какие-то расписания, если у вас электронная версия. У вас уже есть даты сбоку переключения на месяц. Если я хочу посмотреть, что там у меня будет в мае, то я, соответственно, могу прийти в мае и посмотреть на эту неделю. И вообще, это дает возможность, как бы, эта динамизация, показать ровно то, что нужно сейчас увидеть. И, соответственно, здесь могут помочь более, как бы, меньше упаковывания и более какой-то такой упорядоченный подход. То есть, я бы попробовал посмотреть в сторону какого-то более матричного расписания с какими-то окнами. Например, вот так вот у вас идут дни, а вот так вот время, к примеру. Или наоборот, как будет удобнее. И тогда у вас еще проблема во всех расписаниях, что там не видно, собственно, где заняты вот эти окна, а где свободные. То есть, я бы попробовал выделить их каким-то, ну, либо просто текст против пустоты, чтобы было сразу видно, где не занятые штуки. Либо даже, может быть, подсветить занятые ячейки по компьютерному, так сказать, бледными какими-то плашечками. Как мы в своем время там в каком-то совете я там обсуждал там расписание спортзала там с кем-то. Вот. И это может помочь как раз увидеть какие-то свободные окна. Плюс компьютер позволяет сделать какие-то режимы, да. То есть, вы можете, например, сделать какую-то переключалку и, например, там сделать там, типа, не знаю, переключалку, там обычные там режимы, условно говоря, и со свободными аудиториями. Так, чтобы, например, если вы включили эти свободные аудитории, там кому-то надо посмотреть, какие не заняты, чтобы эти свободные аудитории с сереньким шрифтом в пустотах дописались, да. Там, где нет свободных, например, никто нигде не работает, там сереньким эти аудитории списком свободным вывелись. И вот под занятиями тоже в ячейках, которые заняты, тоже они там этим сереньким шрифтом, например, через список добавились. Чтобы можно было в любой момент это посмотреть. Ну и, соответственно, количество экранов не так важно, насколько важно, на самом деле, сценарии. То есть, если вам надо для того, чтобы решить одну задачу, вам надо перейти по этим всем в каждой из шести экранов заглянуть, это проблема. А если же у вас все так организовано, что, собственно, для каждой задачи, там, ну, получается, вы доходите до какого-то логичным образом до нужного места, в этом никакой проблемы нет. То есть, если вы видите занятие, да, то есть, в конце концов, у вас какая-то строка там в расписании, может быть, кликабельная. То есть, вы нажали и увидели еще какие-то подробности там про этого преподавателя или ссылку на этого преподавателя, ссылку на страницу с расписанием этого преподавателя. То есть, собственно, динамизация и проектирование интерфейса, как бы, экран дают возможность так делать. Василий Передоркин. Здравствуйте, Артем. Здравствуйте, Василий. Как вы считаете, нужен ли современному школьнику бумажный дневник? Если да, то как он должен выглядеть? Что должен включать себя? Может быть, ваша студия создаст дизайн всероссийского школьного дневника? Василий, очень приятное предложение, и с удовольствием мы им воспользуемся. Но я специально, перед тем, как мы снимали сегодняшний выпуск, спросил своих детей, собственно, как вы пользуетесь своими дневниками и вообще для чего. Они сказали очень просто, что классная руководительница требует их заполнять, но оценки им туда никто не ставит, потому что ставят в электронный дневник. То есть, получается, что этот бумажный дневник – это какой-то атовизм, который не нужен ни нам, ни детям, ни родителям, ни учителям, никому, оказывается, не нужен. И, конечно же, совсем такой, как бы дизайнить музейный устаревший экспонат, ну, наверное, было бы приятно задизайнить для всей страны, там, школьный дневник, но как будто бы немножко бесполезная история. Елена Чапанина. Вопрос с дизайнером. Если верстаешь имейлы, как решать вопросы с висячими предлогами союзами, в том числе в английском тексте, где у союзов и предлогов букв больше, а разрывать со словами их тоже не хотелось бы. А словосочетания? В имейлах очень ограниченный формат, и постоянно приходится решать, чем жертвовать висяками или рваным краем из-за неразрывных пробелов. Помогите, пожалуйста. Собственно, я предлагаю уважаемым советчикам, зрителям написать свои мысли, как вы пользуетесь вот этой вот типографикой неразрывными пробелами, но мой подход вот какой. Я, на самом деле, дело вообще, с моей точки зрения, не в каких-то именно предлогах или в союзах, а в том, что вообще переносы в идеале должны быть логичными. То есть, те слова, которые более тесно связаны по смыслу, должны оставаться в идеале на одной строке. И это не только предлог, да, потому что предлог, конечно же, управляет каким-то своим словом, к нему относится, и, конечно, если они разделяются на строки, получается фигово. Но в не меньшей степени это относится, например, к таким словам, как имя и фамилия, да, когда у вас имя на одной строке, а фамилия на другом. Или еще хуже, когда имя на одной строке, а отчество и фамилия на другой. То есть, это выглядит, конечно же, криво, неаккуратно. Мы, например, в текстах всегда склеиваем там бюро Горбунова. Ну, потому что дурацко, если это оказывается какая-то Горбунова на отдельной другой строке. Вот, соответственно, это идеал. И, в принципе, когда вы набираете любой заголовок, мне кажется, что советы уже на этот счет у нас были, да, что если там, я не знаю, у нас там кисадилии, чемпиньоны и халапениус, например, да, там, и чорису, да, то надо как-то, соответственно, не переносить там, что у нас кисадилии, чемпиньоны, а потом халапениус. А лучше кисадилии, чемпиньоны и халапениус, потому что это одна кисадилия, и она с шампиньонами и халапеницами. Да, если ассортия из трех, да, желательно, чтобы это не было на одной кисадилии ассортии, а потом из трех, да, чтобы ассортия из трех оказалась на одной строке. То есть, это относится и к любым подписям, любым заголовкам. В идеале связанные слова должны оставаться на одной строке. Но версткая типографика – это всегда результат компромисса. И, конечно же, есть еще визуальная история и красить красота набора. И поэтому, если из-за этих всех приколов с логическими переносами окажется, что у вас там в наборе полстроки оказались пустые, то, конечно же, это никуда не годится, и тогда нахрен эту логическую связь, и надо, конечно, просто уже эту дыру как-то заполнять. Поэтому здесь все зависит от того, автоматизируете вы свою работу или верстаете вручную, естественно. То есть, в идеале там нужно, конечно, смотреть, использовать логические наборы, а где мешает там вручную что-то переносить. Ну, а если у вас автоматизация, то можно просто действительно обойтись какими-то более простыми правилами. Например, там приклеивать только какие-то более короткие слова. Может быть, какие-то придумать евристики там для имен, фамилии, названий компаний и чего-то, ничего такого. А приза – самый интересный вопрос. Хочу вручить Артему Рейке и в качестве приза предложить персональную скидку 40% на лекции Льи Бирмана, пользовательский интерфейс и представление информации. Артем, если вы хотите получить сюрприз, пожалуйста, напишите мне по адресу на экране и в описании к этому ролику. А все остальные, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, пишите комментарии. И обязательно задавайте новые вопросы. Это можно сделать как в комментариях, так и по адресу на экране. Красивый иконочный огонь нарисовать весьма непросто. Собственно, для этого и существуют профессионалы. Бюро – это механизм такой, который развивается в балансе и органически. Самое нижнее – это как вы себя ведете, как вы говорите, и, собственно, как это воспринимается. Говорите громко, весело, задорно, не переигрывайте. Спасибо за просмотр!